Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Незаконно и крайне накладно. Теперь, торгуя контрафактным алкоголем, можно оказаться банкротом. Первый раз и сразу в кадетский класс. В пятой школе открылся новый казачий класс. Славные страницы истории. Начало освобождения «Анапа» началось под станицей Благовещенская с высадки десанта. Хронология тех событий. До первого сентября остался всего один день. Учебные заведения полностью готовы к приему школьников. Не забывают об этом и коммунальные службы города. Сделать безопасными маршруты, по которым пойдут дети, в числе приоритетных задач. Также идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Восстанавливаются ливневки и приводятся в порядок центральные дороги города. Директор первой школы Сергей Носенко лично проверяет готовность школы к новому учебному году. Замечаний нет. Но кроме внутренней инфраструктуры, порядок должен быть на территории и даже подходах к учебному заведению. Здесь на помощь приходят коммунальные службы города. Этой ночью на примыкающих к школе улицах были полностью обновлены пешеходные переходы. Очень опасный перекресток Самбурово-Черноморская, Самбурово-Ивана-Голубца, Шевченко-Ивана-Голубца. Здесь отсутствуют светофоры. Поэтому при наличии, нанесении всех зебр, по которой ходят дети, это, конечно, очень важно. И естественно, что знание правил дорожного движения дети, будем говорить, практику отрабатывают именно на подходе к школе. Во избежание дорожных пробок работы по нанесению разметки проводятся в ночное время. Но и днем коммунальщики не сидят без дела. Сегодня сотрудники ремстроя приступили к восстановлению ливневой канализации на улице Астраханской. Сточные решетки за много лет пришли в негодность, а попавший мусор забил сливной канал. Рабочим пришлось вручную очищать дренаж. Не знаю, кто это побеспокоился. Пришли, вот сделали такую красоту, навели. Думаем, что будет работать нормально. Они ее приподняли. Вот она была углубленная, а теперь приподняли. Думаю, что будет работать нормально. Зимой все хорошо. На Лермонтово полным ходом идет ремонт дороги. Здесь уже все подготовили к укладке асфальта и подняли канализационные люки. В ближайшее время подрядчик приступит к работе. Для этого ему необходимо не только уложить асфальт, но и привести в соответствие въезды в частные домовладения, которые примыкают к дороге. В средней школе номер пять представители казачьего общества вручили первоклассникам кадетскую форму. В школе уже действует три казачьих класса, а теперь молодых кадетов станет на 28 человек больше. Торжественный момент вручения запечатлела наша съемочная группа. Вот так юные казачата приветствуют пополнение в своей ряды. Кадетскую форму вручают вчерашним детсадовцам настоящие казаки. Уже 1 сентября на торжественной линейке новобранцы предстанут в новом обличии. Рядом с будущими школьниками их родители. И у каждого есть веская причина, почему именно их ребенок пошел в казачий класс. Наш выбор сделан не случайно. В казачий класс принимали решение мы вместе, всей семьей, совместно с нашим сыном. Наш сын в дальнейшем хотел бы стать военным человеком. Мы знаем, что здесь очень большое внимание уделяется воспитанию, уделяется большое внимание патриотическим чувствам ребенка, уважение к старшим, любовь к нашей родине. Вот это были основные критерии выбора. Уже после торжественной части молодые казачата проследовали в свою аудиторию, где священнослужитель осветил помещение и дал напутствие ребятам. Классный руководитель первоклашек заметно волнуется. В этой школе Любовь Шурыгина отработала более 25 лет, но подобного опыта еще не было. Говорит, что для нее это не только большая ответственность, но и честь. Вообще в наше время и сейчас нужно очень большое внимание уделять патриотическому воспитанию. Эта необходимость возникает из-за состояния нашей России, Кубани, и поэтому нельзя упускать нашу молодежь. Поэтому я считаю, что эти классы надо открывать. Ну и естественно, чтобы учителя шли в эти классы сознательно, чтобы сами все через себя пропустили. Лично мне это так близко. Я, можно сказать, патриот своей страны, Кубани, своей школы. Поэтому я шла на это сознательно, на этот класс. Пока будущие казачата готовят свои выступления, посвященные Дню Знаний. Ну а настоящими кадетами они станут 21 сентября. В этот день возле стыла воинской славы они принесут казачью присягу и получат от казаков погоны. О намерении участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва заявили сразу несколько политических сил. Партия «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, коммунисты России, справедливая Россия. У каждой партии есть сторонники. В ходе подготовки к единому дню голосования они не остаются в стороне. Встречаются и обсуждают будущее Кубанского парламента, законотворческие инициативы, необходимые для развития края. Совет сторонников партии «Единая Россия» состоялся сегодня. На встречу пришли люди, представляющие различные общественные группы. Участники встречи обсудили партийные проекты, которые активно работают на территории Анапы. На сегодняшний день их 19. Каждый проект направлен на реализацию важных социальных, экономических и коммунальных программ. Совет сторонников партии «Единая Россия» обсудил дальнейшие планы партии. Анапа продолжает готовиться к единому дню голосования. 10 сентября жители курорта выберут депутатов законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Пока члены участковых избирательных комиссий изучают нововведение выборного законодательства, кандидаты в депутаты завоевывают доверие избирателей давно известным и проверенным методом. Встречаясь с людьми, рассказывая им о своих планах на будущее. Кандидат в депутаты законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва по Южному одномандатному округу номер 27 Юлия Пархоменко провела встречу с избирателями в станице Анапской. В ней приняли участие избиратели города-курорта. В ходе встречи кандидат в депутаты рассказала о себе, о своей профессиональной и общественной деятельности. По словам Юлии Пархоменко, только вникнув в проблему населенного пункта, предприятия или конкретного человека, можно ее решить. Для каждого из людей, которые за тебя пойдут голосовать, важно понять, что ты уже сделал, но и важно встречаться мне и с каждым из вас, чтобы понимать, что дальше делать. И когда ты говоришь о том, что в программе пишут, что ты являешься мостиком между региональной властью и людьми, и действительно депутат, он должен быть вот этим человеком, который понимает, что людям надо, в каком месте, какая улица, какой дом, да, главнее. Потому что ты понимаешь, что ты мгновенно не можешь все сделать, но у тебя есть все равно там, ну не знаю, есть такое слово там, ранжировано, что главнее сделать в этом поселке, да, что главное, но может быть после самого главного. Участники встречи подняли ряд серьезных вопросов о принятии стратегического плана развития региона и муниципальных территорий, об укреплении связей между районными депутатами и коллегами в Госдуме России. Были и острые, злободневные проблемы строительства школ и детских садов. Еще одну встречу в этот же день Юлия Пархоменко провела в Гайкадзорском сельском округе. Здесь она особенно подчеркнула, что многие проблемы являются общими для большинства муниципалитетов Кубани и регулярно озвучиваются жителями различных районов. Для их решения необходимо активное участие территорий, в частности, Анапа и Новороссийска в краевых и федеральных программах. Это позволит привлечь дополнительные средства на дорогостоящие социальные проекты. Накануне по поручению исполняющего обязанности глава Анапы Юрия Полякова сотрудники муниципального контроля совместно с Управлением торговли и полицией демонтировали порядка двух десятков точек незаконной торговли. А с начала года вынесено на рассмотрение комиссии более двухсот объектов. Решение уже исполнено по сотне из них. В Анапе продолжается борьба с продажей контрафактного алкоголя. Почти полтонны суррогатного алкоголя изъяли сотрудники полиции в ходе совместного рейда с Управлением торговли администрации города-курорта. Продажу развернули на мини-рынке, что категорически запрещено. Вместе с тем вступили в силу изменения в законодательстве. Штрафы за незаконную реализацию спиртного выросли в десятки раз. Для физических лиц они просто болезненны, для предпринимателей разорительны. О сегодняшнем мероприятии в материале наших корреспондентов. Один из мини-рынков в селе Витязево. Виноград по потолкам пластмассовый. К составу жидкости в пакетах с надписями «Вино, коньяк и чача» у полицейских есть вопросы. То, что все это идет на продажу, выявила контрольная закупка. Петропакет неоригинальный, он не маркирован специальной акцистной маркой. По всем внешним признакам видно, что это фальсификат. Более точно состав продукции установит экспертиза. Это совместный рейд полиции и городского управления торговли. Как говорят специалисты, 300 рублей за литр коньяка или чачи в розницу подозрительно низкая цена, как и 150 рублей за литр вина. В первую очередь это не стационарный торговый объект, в котором вообще не может реализоваться никакой алкоголь. Во-вторых, здесь нет элементарного соблюдения потребительского законодательства. То есть нет ни ИНН, ни ОГРН. То есть какой хозяйствующий субъект здесь осуществляет деятельность, установить невозможно. Опять же, в первую очередь не имеется лицензии. Полицейским еще предстоит выяснить, кому принадлежит товар. В общей сложности изъято 460 литров продукции. Ее поместят на временное хранение до решения суда. С начала августа вступили в силу поправки в административный кодекс. В десятки раз ужесточены штрафы для физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, а юридические лица могут оштрафовать на 3 миллиона рублей. В городском управлении торговли считают, что теперь в их распоряжении серьезные рычаги. Рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем проводятся в постоянном режиме. Мы продолжаем цикл материалов, посвященных Дню освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Ранним утром 26 сентября в районе станицы Благовещенская высадились 800 солдат и офицеров. Сражение было кровопролитным, противник коварным. Из свидетелей того боя в живых не осталось никого. Но события живы в воспоминаниях и письмах. Этот монумент установили в 1984 году. Именно сюда начала прорываться первая группа бойцов 55-й гвардейской иркутско-пинской дивизии. Высадка началась 26 сентября в 5 утра. Должна была начаться раньше, но в штабе рассчитывали переждать сильный шторм. Он едва стихал, а Анапа уже была освобождена, и нужно было срочно отрезать пути отхода противника в сторону Крыма. По другую сторону Бугасской косы должна была начаться высадка основных сил. К Благовещенской направили 800 человек, один батальон. Их разместили в буксируемых катерами баржах. Бойцы вспоминали следующее, что это было очень страшно и жестоко. Потому что боты, где рыбацкие, раньше там рыбаки складывали рыбу. Так вот в этих ботах солдаты стояли один к одному при полном боевом снаряжении. И когда за бортом они краешком глаза видели, как тонут их однополчание, потому что бот был подбит немцами, не помочь, ничего, к сожалению, нельзя было сделать. И это такой тяжелый остаток был у ветеранов. Они об этом вспоминали со слезами. Зинаида Цибан пришла работать пионервожатой в местную школу в 1981 году и решила стать следопытом. Начала переписку с участниками той операции. В альбомах фотографии с встреч, которые проходили в станице. Ветеранов помогали размещать. Председатель сельсовета Тамара Панкова, секретарь Людмила Литик, а также директор совхоза Александр Коломойцев. Сегодня участников высадки уже нет, однако по-прежнему говорят их письма. Осколок попал в тело нашего Максима, и он вышел из строя. Нет времени дремать. А еще получил контузию и в правое плечо ранен. Максим – это пулемет, он как друг. Сначала про него, а потом уже и про себя. Пулеметчик Иван Потапов вспоминал, как бежал, маскируясь в пыли, которую оставлял танк, чтобы оказаться там, где был еще жив пулемет, но погиб расчет. Танк останавливался, я мог передохнуть, для того, чтобы, опять же, нужно было тронуться из пыли, не выбиваться. И вот так сумел добежать до того пулемета. Оказался пулеметчик, погиб. Легкие пулеметные танки стали настоящим сюрпризом. Они небольшие и были удачно замаскированы под стоги сена. Но даже такая, фактически устаревшая техника для людей, вооруженных винтовками, пулеметами и гранатами, была смертельно опасным противником. При этом боты штормом разбросало по береговой линии на два километра. Ударного кулака не получилось. Из первого бота, который оказался в самой гуще событий, в живых остались лишь трое. В целом, потери были значительными. Погибли оборотных гвардии капитаны Павел Лобач и Василий Слесов. Громлю проклятого врага, освобождаю... Зачеркнуто. Зачеркнуто. Название населенных пунктов вымарывала цензура. Это письмо Василий Слесов написал за две недели до высадки. По воспоминаниям бойцов, он был душой компании, играл на инструментах, пел. Это была обычная сухопутная пехота. На берегу они оказались после коротких тренировок. Тем не менее, поставленную задачу павшие и живые выполнили. Им противостояли преимущественно румынские войска. Примерно здесь, Лиманам, пытались уйти остатки танковой части после того, как нанесли удар главные силы. Машины застревали, и ветераны вспоминали, как пытавшихся спастись румын брали в плен и заставляли стрелять в немцев. Земля, по которой проходила линия окопов, со временем сползла в Лиман. Но в станице есть улицы имени капитанов Лобача и Слесова. А центральная названа в честь Иркутско-Пинской дивизии, впоследствии Таманской. Уже традиционно 26 сентября у памятной Стеллы соберутся станичники. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А. «Крымская» – 98. «Амелькова» – 28. «И Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 31 августа в Анапе ожидается переменная облачность, возможно дожди. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше нуля. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анап-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.